Если вы богаты и полностью довольны своей жизнью, я искренне рад за вас. Вы можете дальше не смотреть это видео, потому что я уверен, что вы и так знаете все, о чем дальше пойдет речь. Если же прямо сейчас вы не живете той жизнью, о которой мечтаете, то самое время задуматься, почему так происходит. Много общаясь с разными людьми, среди которых люди с разным достатком, я выделил несколько распространенных препятствий на пути к богатству. В этом небольшом видео я расскажу вам о пяти самых негативных привычках. Чтобы достичь финансового успеха, от них нужно избавиться в первую очередь. Смотрите внимательно, какие из этих привычек есть у вас. Постоянно жаловаться, как несправедлив мир, и обвинять всех вокруг в своих проблемах. Вы обратили внимание, как часто люди жалуются? Самое интересное, что если убрать один повод для недовольства, то тут же появляется другой. Когда идет дождь, люди жалуются на том, что нет солнца. Когда светит солнце, они же говорят, что стало слишком жарко, ярко. Очень часто люди жалуются на несправедливость, которая, как им кажется, существует в мире. Главная идея всех этих речей, что им не досталось то, на что они рассчитывали. Что при распределении всех благ их обошли стороной. По их мнению, всегда кто-то виноват в их проблемах. Родители, семья, правительство, работодатели, клиенты. Список можно продолжить бесконечно. Проблемы всегда в ком-то или в чем-то другом, но только не в них самих. Жалобы и обвинения действительно создают для этих людей невыносимую жизнь. Только представьте, как сложно жить в таком негативе. И что самое печальное, люди такого плана постоянно умножают этот негатив вокруг себя. Если вы действительно стремитесь к успеху, то первым делом должны избавиться от этой пагубной привычки жаловаться и обвинять всех вокруг. Кроме этого, в вашем окружении не должно быть людей, кто грешит этими слабостями. Такое поведение очень заразительно и незаметно может повлиять на вас. Держитесь подальше от нытиков и не поддерживайте подобные разговоры. Ограничивать себя в своих желаниях. Я не могу себе этого позволить. Это слишком дорого. Это не для меня. Список ограничивающих фраз можно продолжать. Возможно, такое мышление сформировалось в детстве. Может быть, уже позже, когда вы стали самостоятельным человеком. Причиной мог стать дефицит и нужда, в которой вы росли. Или заниженная самооценка, когда человек думает, что он недостоин богатства и изобилия. Мы не будем сейчас искать причины такого мышления. Важно другое. Это всегда будет серьезным препятствием на пути к богатству. Если вы действительно настроены достичь всего, чего хотите, то прямо сейчас вам необходимо начать менять свои установки с негативных на позитивные. Прямо говоря, вы можете иметь все, что захотите, не всегда сразу. Но это не причина отчаиваться. Бывает, что даже богатые люди не сразу получают желаемое. Им приходится прилагать определенные усилия, чтобы получить то, чего они хотят. Но есть ли у них мысли, что они не могут себе этого позволить? Нет. Состоятельные люди всегда думают, как им получить то, чего они хотят. Сфокусируйтесь на том, как вы можете получить желаемое, вместо того, чтобы отказывать себе во всем. Много мечтать, но не иметь четкой цели. Есть другой тип людей. Они не ограничивают себя и мыслят очень широко. Они мечтают о красивой жизни, особняках, дорогих автомобилях, о частных самолетах. Размер их фантазии широк. Но это также ни на шаг не приближает вас к богатству. Знаете почему? Если у вас есть мечта, то для того, чтобы она осуществилась, она должна стать целью. Цель – это, по сути, та же мечта, только ясно сформулированная. У настоящей цели есть три важные характеристики. Первое – она должна быть реалистична. Когда вы ставите себе цель, подумайте, а действительно ли реально ее достичь в те самые сроки и теми средствами, которыми вы располагаете. Не нужно ставить заведомо недостижимые цели. Этим вы просто демотивируете себя, показав, что очередной раз у вас ничего не получается. Второе – это измеримость. Просто хотеть стать богатым бессмысленно. Определите, какое состояние вы хотите создать. Четко определите его размер. В каких активах – деньги, недвижимость, цены бумаги и так далее и тому подобное. Поставьте себе срок, когда вы хотите обладать этим состоянием. Наметьте план по достижению этой цели. И еще есть одна очень важная вещь. Ваша цель должна быть достаточно большой. Она обязательно должна вас вдохновлять. Это даст вам необходимую энергию для ее достижения. Особенно тогда, когда будет трудно и будет казаться, что ничего не получается. Все время ждать подходящего момента и ничего не делать. Откладывать все время на потом. Вам это знакомо? Многие люди ждут подходящего момента и ничего не предпринимают, пока он не наступит. В результате они ждут всю свою жизнь, так и не начав действовать. Самый подходящий момент – это сейчас. Вот прямо сейчас взять и сделать то, о чем давно думаешь. Позвонить клиенту, назначить встречу. Прямо сейчас поговорить со своим сотрудником. Вместе с ним найти лучшее решение. Энергия в действии. Когда мы мусолим что-то в голове, планируем годами, все не можем решиться, или план кажется не таким идеальным, то в этот момент теряем не только время, но и энергию. Очень важно не застревать в стадии планирования. Нужно принимать решение и начинать действовать. И тогда многое само складывается, а лишнее просто уходит. Силы, возможности, поддержка, энергия приходят только к тем, кто действует. Важно все время быть в движении. Не выпадать из этого потока жизни. Тогда и подходящих моментов будет все больше и больше. Вы сами начнете их создавать. Вместо того, чтобы плыть по течению или ждать у моря погоды, вы сами станете управлять своей жизнью. Постоянно повторять деньги – это не главное. Серьезно? Вы хотите сказать, что стремитесь к богатству и при этом утверждаете, что деньги не важны? Будем говорить прямо. Так думают именно те, кто пока еще далек от финансового успеха. Богатые люди так не думают. Они прекрасно знают, что деньги играют свою роль в жизни. Вообще в жизни много вещей, которые имеют большое значение. И выделять что-то одно не имеет смысла. Всему свое место. И нужно это четко понимать. Все хотят быть здоровыми и богатыми. Не так ли? Если вы искренне считаете, что деньги не важны, то маловероятно, что они у вас будут в достатке. Своими мыслями и словами вы отталкиваете их от себя. Почему так происходит? Все дело в том, что материальный достаток – это результат наших действий. А действие, в свою очередь, это результат наших мыслей. И если вы думаете, что деньги не важны, соответственно, вы не предпринимаете действий, чтобы они у вас были. Именно поэтому сейчас вы находитесь в том финансовом положении, которое вас не устраивает. Пока вы не измените эту установку, у вас не получится стать финансово успешным человеком. Выбор за вами. Продолжать повторять «деньги не важны» или отказаться от этого заблуждения и вывести свои доходы на новый уровень. В этом видео я познакомил вас с пятью ключевыми препятствиями, которые мешают многим людям достичь финансовой независимости. При всей кажущейся безобидности или незначительности не стоит недооценивать их негативное влияние. Внимательно изучите их и найдите те, которые мешают именно вам. Не имеет значения, в каком финансовом положении вы находитесь сейчас. Главное, что нужно усвоить, вы можете достичь всего, о чем мечтаете, если будете действовать в соответствии с принципами успеха.